Мы должны достроить школу силы желудоза Костровского района на 180 мест. Если Бог тест, до конца года сдадим обид. Струднение было в первом начале 2020 года. Эта пандемия у нас была. У нас некоторые сотрудники заболели. У нас был карантин. Никакой возможности не было привезти сотрудников. Потом мы летом, когда карантин кончился, начали работать. Уже очень дорожные. 45-50 километров бездорожье. Однозначно будет задержка. Заражение, естественно, есть. Мы сейчас пересчет делаем. Дадим в Акимат. Как с заказчиком. И будем пересматривать цену тоже. Потому что, вы сами знаете, смета 2017-2018 года. Сейчас материал выдержания на этот год уже идет, по-моему, на 6,5-7%. Если в смете 2017-го года заложен кирпич, если по 43 тенге, она стоит сейчас 67 тенге. 66 чем-то тенге – это почти на 40% удержания, как понимаете. А там как минимум 200 тысяч кирпичей. 200-300 тысяч кирпичей. В связи с этим, там тоже уже 10-15 миллионов удержания, только в одном кирпиче. А есть фундамент, лес. Лес тоже подорожал. В 2017-2018 году, если куб стоил 40 тысяч тенге, сейчас стоит 95-100 тысяч тенге. В России почти на 130-140% выросло. Как таковы нет таких проектов, которые стоят. Ну, есть у нас. А вот школа Желудос, школа Косталовка на 600 мест, которые из-за удержания, из-за карантина немножко отстают от графика. Но работы в любом случае будут продолжаться. Мы сейчас рассматриваем вариант корректировки проектов. Сейчас по 12 проектам у нас есть расчеты по области, по 12 проектам. На сумму примерно 3 миллиарда почти удержания выходит. Мы сейчас, если они корректировку проекта сделают и нам сдадут, мы уже будем рассматривать. Ну, нам КДС составляет смету. Допустим, на каждый год, на каждый квартал составляется отдельная смета. И по этой смете разрабатывается проект. Уже сейчас 22-й год, первый квартал, цены уже намного высокие, чем 19-20-е годы. Через этим новые проекты уже будут наименьше таких расходов подрядчиков будут. Сантехнику, лес полностью увозим уже из России, из других стран. Через этим даже не знаю, как сказать. Ну да, нужно увеличивать местное содержание, вообще самим производить. Но я так понимаю, что сырье в любом случае из России, из-за этого сейчас у нас даже дороже уходит. Даже если производят наши дороже уходит, в любом случае подрядчикам, бизнесменам легче возить из России. Понимаете? Ну, то есть выгоднее возить. Сантехнику. Сантехнику.